Здравоохранение стало одной из главных тем российского инвестиционного форума, который прошел в городе Сочи. Цель, поставленная президентом страны Владимиром Путиным, более чем амбициозная. К 2030 году средняя продолжительность жизни должна составить 80 лет или даже выше. Во время дискуссий, организованных фондом Росконгресс, эксперты обсудили, что поможет россиянам жить дольше и лучше. Национальные проекты, антитабачная и антиалкогольная политика, система лекарственного обеспечения, когда государство компенсирует абсолютно всем гражданам расходы на медицинские препараты. Мы все считаем, эксперты, что очень важно, чтобы система всеобщего лекарственного обеспечения состоялась. А для этого вы спросите меня, кто заплатит за это? Вот сейчас Дума говорила, где деньги, а я им говорю, уж как вам до Думы не знать. У нас профицит бюджета в 2018 году был 2 триллиона рублей. Ведь все-таки у нас бюджет существует для людей, а не наоборот. Согласно официальным исследованиям, продолжительность жизни в России на 40 процентов зависит от благосостояния людей. На оставшиеся 60 одинаково влияет развитие системы здравоохранения и образ жизни. И здесь слоган «Ты то, что ты ешь» уже далекое прошлое. Технологии идут вперед. Режим питания, физические нагрузки и косметические средства сегодня подбирают индивидуально, на основе генотипа, с помощью ДНК-анализа. Мы позволяем человеку больше узнать про себе, что просит его организм и доносим ему это в понятной форме в виде отчета, глянцевого, с картинками, схемами, когда человек может сам прочитать и уже на основе этой информации поменять свой либо образ жизни, либо чуть-чуть скорректировать, чтобы получать лучший результат. Участники инвестиционного форума сошлись во мнении – задача комплексная. Цель 80+, это и снижение смертности, и забота о демографии, и профилактика заболеваний в трудоспособном возрасте, и даже создание новых рабочих мест для пенсионеров, чтобы люди старшего поколения не чувствовали себя ненужными и могли повысить качество своей жизни.